Светлана Мухоморна демонструя своей володани. Не первый день, а на территории побоч с домом господарить вода. Потопленный огород и подвал. Про звычайный облудок часово пришлось забыть. Выратовывают только гумовые боты. Инак ж ходить немогчимо. У нас вода стоит с прошлого потопа. Который месяц назад? Да, месяц назад. Приезжали, правда, первый раз МЧСники откатались, сколько можно, но все равно она оставалась в подвале. Потом уже, наверное, это когда субботы, Люба? Субботы опять пошел ливень. Все с автозаправки плыло сюда к нам. И это вот сейчас. А то пройти невозможно было. Было до колена воды. Аналогичная картина и у соседей. У коля десяти подворков застаются подтопленными. Господары означают, звертались за допомогой у сельский совет. Али за отсутствие специальной техники им отмовили. Одразу после выпадения моцных опадков в агрогородок Яромино выезжали супрационники МНС. Али тут важно отзначить. Только у третьего домовладания действовала погроза жития и здоровья людей. Если касаться поселка Яремино, то нам поступило порядка 30 телефонных звонков от граждан. По итогам проводимых мероприятий было установлено, что в 17 домовладениях имеется угроза нарушения жизнедеятельности. Нами проводились работы по откачке воды с субботы до вторника. Вода была откачана из подвалов домовладений. И, соответственно, наши подразделения свою деятельность там приостановили. С такой проблемой заповнивают жихары агрогородка Яромино. Яны не сутыкались о Николе. Подтоплений были олени в таком масштабе. Многие стверждают, что воды стекает так шмат за неправильного ремонта дороги. Однако к тюгэтым причина могут разобраться только специалисты. Головное зараз выращение першочерговых задач, а минавито от помповка воды. На место выехал наместник старшини Гомельска Гарайвы Конкама Игорь Полуян, який взял питание под особистый контроль. Сегодня будут и приняты меры, и будут работать непосредственно специалисты, чтобы устранить эти все выявленные недостатки. И сегодня, я думаю, это позволит нам все сделать. А вось у агрогородка Урыцкая воды, каля приватных подворков, уже не назирается. У субботу ситуация была иншая. Каля пошел моцный дождь, Тамара Степанова разом с семьей гостила у своего батьки. У той момент, навод на улицу выйти было немогчимо. Вода пошла подступать у жилые покои. Заявилась реальная погроза, и на допомогу пришли супрацовники МНС. Под палом была вода, что должна уже быть и в доме. И если эти службы не отреагировались, то я не знаю, что бы было дальше. У выходные выратовальникам разом с иншими службами пришлось опопрацовать. На областный центр и ближайшие районы за некольких годин выпала полмесячная норма опадков. Специалисты были заденешены у первшую чергу. У тех местах, где потребовалась неоткладная допомога. В данном северном направлении было затоплено около 30 населенных пунктов. Очень много было звонков, как в диспетчерскую службу ЖКХ, райсполкома. Работали как в субботу, так и в воскресенье. И основные очаги уже к концу, где-то часам к девяти вечерам уже проблема частично была снята. Но эти работы продолжались как в воскресенье и в понедельник. При возникнении подобных задареньев треба звертаться у дежурные службы ЖКХ и на горячую линию райвы Конкама. Треба так само памятать, что наступцы водной стихии мог чима минимизовать. Конечно, надо обратить внимание граждан, которых огороды, домовладения расположены в низменности. То есть были случаи подтоплений, либо угроза подтоплений. Обратить внимание, что сегодня пока есть время и возможности провести соответствующие мероприятия, которые в принципе не требуют определенных затрат для того, чтобы себя обезопасить от таких подтоплений жилья, хозпостроек. Это устройство каналов, соответствующий уклон местности, чтобы вода скатывалась от домовладения, устройство отмостки и так далее. Ряд таких технических мероприятий, которые в принципе не требуют соответствующих затрат. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, отель и радиокомпания «Гомель».